Партнер программы сеть детских клубов ЕТИ и ДЕТИ Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Меня зовут Света и сегодня я снова в компании Арсений и Алисы. Важная информация для тех, кто не смотрел нас вчера. Мы с ребятами находимся в стране безопасности, где учимся простым правилам грамотного поведения практически в любой ситуации. Наверняка о многом, ребята, вы уже слышали от своих родителей, учителей, но я думаю, это как раз тот случай, когда можно повториться. Вы со мной согласны? Да! Отлично! Ребят, вчера мы с вами говорили о том, как вести себя, если вдруг вас укусил клещ. Сегодня тема будет похожей, но об этом чуть позже. А пока я предлагаю приступить к нашему первому конкурсу. Это снова будет конкурс загадок. Правила те же, но, может быть, вы их помните. Я напомню маленьким телезрителям нашим, что я загадываю вам загадку, ребята. Отгадку вы ищите на стенде, каждый на своем. Приносите на скорость мне. Каждый правильный ответ стоит фишку. А если справляетесь быстрее соперника, то дополнительно еще одну. Понятно, Алис? Понятно. Хорошо, тогда начинаем. Итак, первая загадка. Разгрызешь стальные трубы, если будешь чистить... Побежали! Алиса, мы не повторяем слух, иначе ты таким образом подсказываешь Арсению. Ответ абсолютно верный. Что нужно чистить, чтобы разгрызть стальные трубы? Что? Зубы. Зубы. Правильно. Ответ правильный. И у Арсению, и у Алисы. Алисе две за правильный, за быстрый ответ. И Арсению одну за правильный ответ. Держи. Алису желтую дадут. Ну давай, желтую. На, быстрее желтую. А верни мне только зеленую. Итак, вторая загадка. Объявили бой бациллом. Моем руки чисто. С. Побежали. Быстрее на скорость. Молодцы. Одновременный и правильный ответ. Чем нужно чисто мыть руки? С мылом. С мылом. Правильно. Каждому из вас по две фишки. Так, Арсений, по запросу твоему одну тебе дам желтенькую. Держи быстрее. И Алисе две фишки. У меня три. Следующая загадка. Слушаем. Чтобы не был хилым, вялым, не лежал под одеялом, не хворал и был в порядке, делай каждый день. Побежали. Что нужно каждый день делать? Чтобы быть здоровым. Правильно. Что? Зарядку. Зарядку. Правильно. Алиса чуть позже принесла правильный ответ, поэтому тебе одну фишку, Арсению, две за правильный и быстрый ответ. Отлично. И последняя загадка. Слушаем внимательно. Мне поставила вчера два укола. Побежали. Кто поставит, может, укол? Так. Кто это у нас, Арсений? Доктор. Медсестра. Так. И здесь тоже самое. Картинки разные, но ответ правильный. Хорошо, ребят. Так. У нас был быстрее Арсений, да? Поэтому Арсению две. Арсений, в следующий раз дам желтую. И одну Алисе. Отлично, ребята. Очень хорошо вы справились с моим первым заданием. Как вы думаете, для чего придумали правила личной гигиены? И нужно ли их вообще исполнять? Выполнять. Как вы думаете? Нужно. Правильно, нужно. А почему? Чтобы зубы не были черными и не болели. Правильно. Арсений, а ты как думаешь? Ну, чтобы не болели, их нужно очистить, чтобы не выпадали. Правильно, ребята, молодцы. Действительно, очень многие серьезные болезни, ребята, начинаются с элементарного несоблюдения правил личной гигиены. Сегодня мы будем говорить об этих правилах. И поэтому сейчас у нас встреча с нашим детским доктором Артемом Витальевичем. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я рад вас снова видеть. Скажите мне, пожалуйста, знаете ли вы, что за вещество выделяется при включении кухонной плиты? Ребят, знаете, какое вещество выделяется? Газ. Так. Хорошо. Слушаем дальше. Правильно, газ. И если его долго вдыхать, человеку может стать очень плохо. А знаете ли вы, что нужно делать, если человек надышался этим газом? Арсений, Алиса, знаете, что нужно делать? Выключать плиту и поэтому или открыть окно, или пойти подышать свежим воздухом на улицу. Так, хорошо. Алиса, а ты как думаешь? Надо выключить газ. В первую очередь. Так, хорошо, ребят. Ну, давайте еще послушаем Артема Витальевича. Ребята, первое, что нужно сделать, это позвонить по телефону 103 и незамедлительно при помощи взрослых вынести пострадавшего на свежий воздух и положить на спину. Потом нужно расстегнуть одежду и открыть грудную клетку. Затем охладить лицо и грудь холодной водой, снегом или льдом. Также можно обвязать тряпкой, смоченной холодной водой, голову. Если пострадавший в сознании, то ему следует дать горячее питье. Оно поможет стабилизировать состояние до приезда скорой помощи. А на сегодня у меня все. Я желаю вам успехов в игре и крепкого здоровья. Арсений, Алиса, наш второй конкурсный день подходит к своему завершению. И, как всегда, у нас очень впереди контрольные испытания на сегодня. Фишки зарабатываем активно, не забывайте. Условия конкурса вам знакомы. Кстати, тот, кто внимательно слушал детского доктора, Артема Витальевича, шансов справиться с этим заданием намного больше. Сейчас-то мы проверим, насколько вы были внимательны. Итак, ребята, конкурс вам уже знаком. Зелено-красный, две карточки. Если высказывание вы считаете правильным, вы поднимаете какую карточку? Зеленую. Зеленую. Если неправильная? Красную. Красную. Отлично. Вижу, что вы все понимаете условия, поэтому предлагаю начать. Согласны? Да. Отлично. Итак, первое высказывание. Приготовились. Карточки, не забывайте. Газ может быть очень опасным, если пользоваться им неправильно. Правильно. Конечно же, он может быть очень опасным. Каждый правильный ответ одна фишка, а быстрый ответ и правильный две. Поэтому Арсений у нас в первом высказывании на первом зарабатывает две фишки. А Алиса одну. Второе высказывание читаю. Если услышал запах газа, надо сразу звонить 102. Вы думаете? 102. А подумайте, 102. Уже поздно, мои дорогие. Неправильно вы ответили. Ребята, если такая ситуация с газом, то нужно звонить в газовую службу по номеру 104. Если есть пострадавшие, то нужно звонить. Куда, ребята? 103. Правильно, Арсений. Действительно, номер 103 – это номер скорой помощи. Молодец. Итак, следующее высказывание. Третье. Для того, чтобы помочь человеку при отравлении газом, надо вынести пострадавшего на свежий воздух. Конечно. Правильно, ребят. Алиса сообразила быстрее Арсения, поэтому ей две фишки и одну желтенькую. Арсению. Держи. Так, последнее высказывание, ребята, и последняя возможность сегодня заработать фишки. Будьте внимательны. При отравлении газом надо пить горячие жидкости. Правильно, правильно. И снова Алиса была быстрее. Алисе две и Арсению одну. На желтенькую ищу. Ой-ой-ой, вот она. Держи. Отлично, ребята. Последний конкурс на сегодняшний день сыгран, поэтому я предлагаю подсчитать, сколько фишек вам сегодня удалось заработать. Алиса свои, Арсений свои. Считайте-ка. Один, два. Давай молча, чтобы Алисе не мешали. Арсений. 11. Ох, ребят, вы сегодня на равных. Второй игровой день прошли. 11-11. Отлично. Итак, ну что ж, тогда до встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»